Мы практически живем с колес. Те деньги, которые собраны в этом году, они же в этом году направляются на выплат нашим пенсионерам. Если сохранить это, то мы в итоге получим плоскую пенсию. О чем я говорю? Она не будет зависеть ни от стажей, ни от суммы, ни от заработной платы. То есть никаких индексаций мы в конечном итоге не получим. Еще в 1995 году было принято постановление Российской Федерации о повышении пенсионного областа. Но этого сделано не было. И сделано это не было по объективным причинам. Если вспомнить 90-е годы, у нас огромная смертность, у нас упала рождаемость, у нас повысилась бедность. Конечно, жизнь поменялась в лучшую сторону в своем масштабе. Стали жить чуть лучше. Рассказывается и на нашем состоянии здоровье. Поэтому, конечно, это не может отражаться на том, что мы объективно подходим к тому, что нам притейд поднимать пенсионный область. Я во всем согласна, что увеличивается у нас возраст пенсионный. Но для меня, как для женщин, непонятно. Мужчине 5, женщине 8. Ведь женщина больше как-то и дома надо делать, и на работе школа работает, и с детьми надо отдельно заниматься. Но вот этого мне непонятно. Я сам работаю 50 лет трудовой стаж, и с ней более половины вредного стажа, два вредных стажа. 12 лет работаю на пенсию. Если я не член партии «Единая Россия», я сюда пришел. Потому что меня беспокоят будущее моих детей, внуков, правнуков. Если у нас ежегодно на пенсию выходит около 20 тысяч человек, значит, в следующем году 20 тысяч человек у нас не выходит на пенсию, готова ли у нас экономика к обеспечению рабочими местами? Конечно, рассматривается сегодня изменение законодательства работодателем, которое применяет, ну, в кавычках, скажу, но тем не менее, это объективно, там, репрессивные меры тем людям, которые имеют более старший возраст, стараются их как-то, ну, чтобы они ушлись в проявлении. Поэтому будут такие изменения, в том числе уголовной ответственности. Поэтому я думаю, что совокупность этих факторов как раз и позволит нам обеспечить возможность людям продолжать работу. Прекрасно мы понимаем, с каким чувством большинство людей относятся к пенсионным изменениям. Я бы не называл даже это реформой, то есть какие-то изменения пенсионного возраста пока. Сама реформа, на мой взгляд, подразумевает несколько другие вещи, в том числе о том, о чем я уже говорил, саму систему, принцип, поменять выплаты. Но у нас остается все попрешено, за исключением пенсионного возраста.